Дорогие друзья, добрый день! Довольно часто можно услышать вопрос о том, как лучше выбрать матрас или подушку. Давайте остановимся на этом поподробнее. И я уверен, что в конце этого ролика у вас будет хорошее руководство к тому, чтобы выбрать правильные аксессуары. И очень важно их правильно выбирать, потому что от этого зависит ваше здоровье. Раз. И во-вторых, это предметы гигиены. И вы не можете взять матрас, а хороший матрас стоит довольно дорого, поспать на нем и вернуть обратно. Никто его не примет. Поэтому к выбору нужно подходить очень тщательно. Я вас уверяю, что я в свое время потратил довольно много денег на хорошие матрасы. И для меня они оказались не очень хорошими. Пришлось их продавать по цене в 10 раз дешевле, чем я покупал. Мне бы не хотелось, чтобы вы попали в ту же самую ситуацию. Итак, дорогие друзья, начнем с матраса. Матрас должен быть удобный. Это понятно. Но как понять, что этот матрас подходит именно вам? Вы приходите в салон, который продает матрасы. И ложитесь на каждый матрас, который там есть. Есть возможность лечь прямо в обуви, там специальная под ноги подстилочка кладется, чтобы его не запачкать. Ложитесь на подушку и лежите минуту-две-три, прислушивайтесь к своим ощущениям. Потом на второй, на третий и так далее. Вам не нужно слушать ушами, из чего он состоит, насколько он классный. Вам нужно слушать телом, насколько он хорош для вас. тело вас не обманет. Так вот, что же тело вам должно сказать про хороший матрас? Когда вы ложитесь на тот матрас, который подходит вам, который подходит для вашего тела, вы будете чувствовать, что тело начинает как бы раскрываться, как бы растекаться, расслабляться. Вы будете чувствовать, что мышцы как-то начинают вот как бы играть, внутри тела что-то как будто внутри расправляется. Это ощущение довольно отчетливое, его сложно с чем-то спутать. И вот вы пройдете несколько салонов, может быть, 10-20 матрасов вы переслушаете. И потом на какой-то матрас из этих 20-30 вам захочется лечь. И о каком-то из этих 20-30 матрасов вы будете вспоминать. И вот скорее всего, что именно этот и есть ваш матрас. В целом, из тех, что нравится мне, мне больше нравятся матрасы пружинные. Пружины могут быть и зависимые, и независимые. Вы сами решите. И должен быть некий баланс между жесткостью и мягкостью. Слишком жесткий матрас не подойдет, кости будут придавливать мышцы к матрасу, мышцы не отдохнут. Слишком мягкий не подойдет, у вас провалится таз, тело будет изогнуто. Это тоже нехорошо. Поэтому ищите баланс. Во всяком случае, если у вас средний вес, если вы не весите 120 кг, чуть менее, более, то слишком жесткий вам точно не подойдет. Чтобы его продавить, нужен действительно хороший вес. Так что ищите тот баланс, который будет подходящим наиболее именно для вас. Итак, с матрасом мы более-менее разобрались. Упомяну еще такую маленькую практичную деталь. Хорошо, конечно, на матрас класть на матрасник, благодаря которому матрас не запачкается различными вариантами загрязнений, чтобы он всю жизнь оставался чистым для вас. Здесь выбираете такой матрасник, который будет дышать и который не создав для тела дополнительную парилку снизу, чтобы вы ночью не потели, не испытывали этого дискомфорта. Итак, поехали дальше. Подушка. Сейчас есть колоссальный набор ортопедических подушек, но опять я вам рекомендую не обращать внимание на то, что вам говорят в ваши уши, чтобы что-то мозгу доказать. Обращайте внимание на то, что говорит ваше тело. Универсальный рецепт для хорошей подушки это подушка пуховая, из такого пуха высокого качества. Там битость должна быть не слишком тугая, чтобы у вас голова лежала вот под таким углом на этой подушке и подушка бы не променялась. И не слишком тонкая, чтобы вы легли на нее и как блин она продавилась. Баланс должен быть. Во всяком случае, если вы купили подушку, которая чуть плотнее набита, чем вам нужно, можно ее немножечко распороть и извлечь оттуда наполнитель. Это, конечно, трудоемкий вариант и много пуха будет летать по комнате, поэтому лучше выбрать все сразу в магазине. В отдельных случаях есть вариант полежать на ней, вам предлагает продавец. В отдельных случаях вы можете просто ее взять и вот так попробовать, как голова на нее ложится. Итак, наполнитель. Пух. Наперник. Хлопок. Наволочка. Хлопок. Шелк лучше исключить. Шелк прекрасный материал, износостойкий, но он не так дышит, как хлопок. Так что, дорогие друзья, договорились. Матрас удобный исключительно для вас, который вы выберете из 20-30 вариантов. Подушка пуховая, с хлопковым наперником и хлопковой наволочкой. И в этом случае, я уверен, что сон ваш должен быть комфортным и вы отдохнете во время сна гораздо лучше, чем при других вариантах. Итак, дорогие друзья, принимайте руководство к действию и выбирайте именно то, что вам подойдет больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!